здравствуйте друзья в студии с вами снова я андрей ивашка здравия добрые молодцы и красные девицы азьесим иван царевич и с радостными вестями мы сегодня с вами расскажем о буквице наш буквица наш обозначает то что человеку дорого и близко но обратите внимание наши не мое а наши то есть это то что близко не только мне но и близким мне людям что такое наше в современном языке вот если каждый человек обратить свой взор в себя и задаст себе вопрос а что такое наше для меня это например может быть родной город родной край родная культура родное наследие свой род наследие своего рода вот то что нам дорого и близко и конечно же наш родной язык вот это и кроется в образе буквицы наш скажи мне иван царевич а как же образ буквицы наш раскрывается в сказочных образах в наследие предков наших предков нас всех объединяет что родной язык и вот о чистоте родной речи говорили все великие русские писатели и пушкин и тургенев и фед и толстой постоянно обращали внимание на то чтобы мы научились выражать свои мысли по-русски и если это было актуально еще при царской россии то сейчас в связи с нашествием этих англоязычных терминов латинских терминов эзотерических всяких терминов индусских терминов это как никогда актуально поэтому наша культура нам намекает одевайте наша говорите на нашем языке нашей речи изучайте наши сказки потому что если мы посмотрим американские фильмы там есть супергерои но это все мутанты а наши русские герои это просто крепкие мужчины или амурами с добрыня никитич алёша попович и действительно если наши дети будут вырастать на русских народных сказках в них будет правильные образы вкладываться что ты должен как мужчина ходить в качалочку заниматься борьбой спортом чтобы стать сильным если дети вырастают на американских образах и мультиках то они получают образ так надо костюм железного человека надо какая-то волшебная паутинка надо какая-то черная маска с крылышками то есть какой-то искусственный артефакт из непривнесенной чтобы стать героем совершенно перевернутая картина мира и поэтому возрождение нашего народа напрямую зависит от того насколько мы повернемся лицом к нашим к родному обращая внимание что буквица мыслите и буквица наш стоят рядом получается что нужно осмыслять свое наследие недостаточно просто его исповедовать или декларировать или как-то его нести в массы а нужно осмысленно это делать буквица мыслите и наш показывает что нужно осмысленно осознанно прикасаться к нашему наследию и реализовывать его не на уровне подражания предкам а уже осмысленно то есть подходить к этому ответственно достойно на новом уровне осознанности и наша традиция она как раз говорит что есть только на земле одна наука наука это оказывается древнее русское слово если были на почитаешь там даже илья муромец добрын никитич изучали богатырские науки есть только одна наука наука образности то как человек умеет работать с образами то есть соображать воображать и преображать этот мир и все науки которые есть на земле они произошли из единой науки это наука образности она зашифрована в буквицы вот волшебная восьмиконечная звезда в нашей буквицы у нас восемь праздников в году так и вот колесо телеги когда делали восемь спиц было при в прялке 8 спиц прялки на которой женщины ткали на нити судьбы как богини макоши вот и настало время понять единство нашей древней науки образности но об этом мы поговорим следующий раз на буквицы он следующий раз мы поговорим с вами о буквицы он которая стоит рядом с буквицы наш это очень интересная буквица оставайтесь с нами ура